Всем привет из Киева, столицы Украины! С вами Виктор Фурсов. Сегодня в Киеве дождливо, сегодня 30 мая 2020 года. Сегодня мы с вами на моем канале, доктор Виктор Фурсов, Entomologist BeKiver Teacher, поговорим о тех животных, которые живут в вашем доме. И я надеюсь, вам будет это интересно, потому что много разных видео в интернете о жучках, которые обитают на кухне, и с рассказами от разных бабушек. Ну вот, рассказов от энтомологов не так-то уж много, потому что энтомологи и обычные люди, это немножко разные категории трудящихся. Почему? Потому что взгляд энтомолога, конечно же, на животных и на окружающий мир совершенно разный. Совершенно разный? Почему, конечно, скажете вы? Потому что, как вы уже знаете, энтомологи. Я, Виктор Фурсов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института зоологии Национальной Академии Наук Украины в Киеве, исследую насекомых. Мои объекты это паразитические перепончатокрылые насекомые, вот на этом постере, которые не такие большие, а, конечно же, очень даже и маленькие, которых нужно рассматривать под микроскопом. Для этого нужно проводить исследования в институте. А вот для всех насекомые, конечно же, связаны с тем, что это что-то такое, по-английски говорится, такое копошающееся, шестиногое, которое не всегда и очень часто, конечно же, для большинства зрителей, для обычных людей, представляет собой какую-то опасность. И, конечно же, для обычных людей, сидящих на карантине, они становятся очень даже беспокойными. Но сейчас все становится легче, но, тем не менее, люди все равно беспокойны, потому что на кухне обитает много разных живностей. Если вы начнете присматриваться, конечно же, эта живность, она бегает, 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 летает, 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 летает. И, конечно же, кому-то она причиняет беспокойство. Беспокойство. Беспокойство может быть самого разного толка, вроде, так сказать, очень сильного беспокойства. Люди могут даже и не спать по ночам от такого сложного беспокойства. Но мы рассмотрим как раз, как избавиться от различных жуков, от различной моли и другой всяких маленьких монстров. Я их так называю в этом видео для тех, кто не совсем энтомолог, не совсем окоролог. А таких, в общем-то, получается большинство на моем канале, потому что, как я и сказал, энтомологов их не так-то уж и много. Их как раз меньше всего. Их даже меньше, чем астрономов, смотрящих в телескоп на Луну или даже на звезды при помощи супер-телескопа. А вот энтомологов гораздо меньше. Их очень даже надо еще и поискать. Но что же мы можем встретить и кто нам прежде всего может встречаться на кухне из жуков, молей и другого содержимого? Прежде всего можно сказать, что насекомые и другие живые организмы, они, конечно же, условно можно называть, что они полезные и вредные. Полезные и вредные. Полезные и вредные. Ну, в общем-то, в последнее время человек становится более, так сказать, самым вредным для природы, который уничтожает всех остальных живых организмов. На них его набрасываются другие разные формы жизни, которые пытаются его сейчас регулировать. А он с ним пытается очень активно справляться. А все остальные формы жизни, в том числе насекомые, преспокойно обитают в природе, даже в городских, сельских условиях и в поселках городского типа и маленьких деревнях. И вот оттуда, из природы, из условий, которые за дверью вашего дома, городского или сельского, или маленького, или большого, или даже больших хоровов, все равно потихоньку проникают к вам на кухню. Особенно, если вы включаете свет. Например, иногда прилетают такие жуки, как называются жужелицы. Жужелицы. Вот прежде всего всех начинает пугать, когда начнет кончиться дождик, и начнутся теплые деньки, и теплые вечера. Начнут прилетать на свет, на балкон, даже на кухню. Жужелицы большие, черные. Жуки размером около одного сантиметра. Ну, они такие уже большие. Майские жуки, конечно, гораздо больше. А жужелицы очень быстро бегают. И поэтому они всех беспокоят. Они же бегают, 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 бегают. И, конечно, все думают, ой-ой-ой-ой, сейчас что-то тут съест у меня на кухне, что-то у меня съест в шкафу. Но в том-то и дело, что жужелица как раз по-украински она называется турун. Турун такой по-украински. Турун как раз, если это не хлебный турун, не хлебная жужелица, она питается в основном другими живыми организмами. Может съесть даже паучка, какого-то червячка. Это хищник. И жужелица поэтому очень быстро бегает в поисках пищи и перелетает также в поисках пищи. Если она залетела на свет к вам на кухню, и она часто залетает, и даже настолько насекомые, они очень шустрые начинают бегать по стенам. У них есть очень когтистые лапки и очень хорошие маленькие присоски у разных насекомых. Они очень быстро бегают, и им ничто не мешает залезть даже по стене, по отвесной, и даже на потолок. И сидеть на потолку. Жужелицы бесполезные для вашего дома. Им нечего тут кушать, потому что они прилетели к вам из дикой природы, поэтому можете спокойненько взять ее в платочек и выпустить на улицу. Но иногда прилетают некоторые беспокойные животные. Беспокойные насекомые, такие как чернотелки, чернотелки. Чернотелка, например, большая чернотелка. Хрущак мучной, тенебрио молитер. Или малый, тенебрио конфузу. Очень похоже на чернотелку, но гораздо более метлительная. Очень всем известно. Это жук чернотелка или хрущак. Большой малый, как любителям, разводителям муравьев. О муравьевах мы еще поговорим. Они разводят специально чернотелку в баночке, в коробочке. И иногда они, конечно же, улетают, убегают, но разводят для того, чтобы кормить муравьев. Иногда чернотелок, а именно хрущаков, разводят для кормления домашних маленьких животных. Даже для кормления рыбок, для кормления разных маленьких птичек, потому что они кормятся на различных запасах пищи. И поэтому очень часто они перелезают просто из одного дома в другой, из одного дома в другой, на улице, в городских условиях. Все начекомые, в основном, они уже такие урбанизированные. Запасы пищи уже просто там во дворе, в складе, в амбаре уже в городе нет. Все у каждого свой склад и амбар на кухне. Все уже запаслись речечкой, все запаслись овсяночкой и другими продуктами на кухне в связи с карантином. И, конечно же, чем больше, тем лучше. Вдруг карантин продлится до конца года, а речечки и запасов не хватает, поэтому нужно вовремя запастись. Но тут-то и было, тут-то и было. К вам сразу же с улицы и от соседей, самое главное, придут те животные, которых вы не ждете. Которых вы не ждете, в том числе может прилететь и жук-хрущак. Жук-хрущак, который будет питаться различной, даже гречечкой, даже овсяночкой. Его прежде всего разводят, конечно, на овсяночке. Это более дешевый продукт на овсяночке. И разводятся личиночки. А личиночками кормят как раз разных домашних животных, рыбок и даже муравьев. Поэтому можно их разводить. Но они вот перелетают. Но как его отличить от жужелицы? Жук-хрущак, большой и малый, они достаточно более медленные. Прилетевшие на свет, они все-таки так тормозятся. Они тормозятся и останавливаются немножко. Но они значительно более медленные, нежели чем жужелицы. Иногда на свет залетают такие маленькие животные, как зелененькие-зелененькие, с прозрачными-прозрачными крылышками, как называемые золотоглазки. Они порхают своими крылышками вокруг лампы и удивляют нас. Ну, все знают очень им часто, что это золотоглазки. Золотоглазки питаются тлями на улице. И сейчас у нас весна, и как раз очень много развилось на различных растениях тлей. О них мы еще поговорим в отдельных видео. Маленьких, кругленьких, пузатеньких, черненьких, зелененьких, светленьких, серебристых. Со зданий, которые ходят по растениям, скапливаются на вершине растения и сосут листья. А вот тут приходят золотоглазки, которые сжирают своими челюстями. Тлей откладывают яйца, а их личинки, тем более, с высокой, сильной прожорливостью съедают всех тлей и приносят тем самым определенную пользу в природе, соблюдая экологический баланс. Баланс тем, чтобы регулировать численность тлей, чтобы тли не съели все растения, чтобы растения все не завяли, не согнулись. Пускай перелетают на другие растения, по крайней мере, когда почувствуют опасность. Или так уже скукошатся, упадут, а их съедят, может быть, муравьи. А поэтому тем самым золотоглазки причиняют определенную пользу, если вы их ловите тряпочкой, ручками, и можете спокойно выпускать с балкона на улицу. Они дома уже ничего не будут кушать. Итак, поехали дальше. Есть еще такие насекомые, как тараканы, тараканы, таракасики, таракасики, черные и рыжие таракасики. Откуда берутся таракасики? Если вы выходите на улицу погулять, погулять в теплый вечерний денек, погулять со своим питомцем вокруг своего дома или вокруг соседнего дома, где еще светло, как говорится, где, потому что не везде уж так и светло, но ваш питомец все-таки вас тянет куда-то прогуляться. Вы можете наблюдать, что это такое. Кто-то все время бегают по дороге, по дороге, по асфальту? Не обязательно, если вы подошли к самому мусору. Это бегают тараканы, тараканы, таракасики, ищут своих новых обитателей, перебегают теплым, невлажным, дождливым. вечерком от одного дома бегут к другому рысью. Рысью, рысью, и это не шуточки, это вы не шуточки. А если они уже добежали до стены, до угла дома, что надо делать, таракасику? Правильно подниматься по стене и искать маленькую щелочку, маленькую щелочку, куда надо пробраться, маленькую щелочку, пробраться. А если у вас не закрыто окно или не разокрыт балкон, ну, в балконе там кушать нечего, а если не закрыто окно на кухню с сеткой, вот туда и проникнет потихонечку таракан с улицы, с улицы, если у вас нету. Поэтому, конечно же, на первом этаже самое беспокойное дело там, самые жирные тараканы приболзают, прежде всего, с улицы, иногда даже, к сожалению, с плохо ухоженных подвалов, заброшенных в советское время, от которого прошло уже почти что 30 лет. Поэтому там лязьбище тараканов, которых время от времени траве, то есть, как и другу нечистки. Да, ну как же избавиться от жуков, мы уже выяснили, нужно закрывать сеточкой, нужно закрывать сеточкой ваше окно, и от тараканов в том числе. А если пробрались тараканы, прежде всего, конечно же, все ринутся куда на базар за химическими средствами борьбы. Конечно же, вы можете опрыскать и уйти куда-то из дома, если вы там нечасто живете, самый простой. Метод, конечно же, опрыснитесь, попшикать в вашей кухне, и все тараканы загнутся за милую душу. Не бойтесь, они не обязательно к вам придут потом. Потом, снова, снова и снова. Почему? Потому что они такие шустрые создания. Мы сегодня не говорим точно о их образе жизни, поговорим о том, как они перемещаются. Они приходят через вентиляционные отверстия, маленькие-маленькие тараканчики проходят через маленькие отверстия, большие-большие щелки, потому что они плоские тараканчики, и плоские-плоские. Даже в вашу ванную может забраться огромный черный таракан от соседей. Он там не жил у вас где-то под ванной, потому что ему там кушать нечего. А он пришел от соседей, потому что в поисках пищи и поисках себе подобных, не бойтесь, он не приведет за собой себе подобных, потому что в его врожденном инстинкте, о котором мы отдельно поговорим, не включено такое мудрое явление, как привлечение к себе подобных и распространение какого-то сознания и привлечения других. Это все большие фантазии. Пробрался один, вы его уничтожили в ванной, или в кухне тапочком, или при помощи пульверизатора, другие не придут на помощь. На помощь. Это все выдумки. Однако, однако, конечно же, более цивилизации, если у вас есть домашние животные, которые все время с вами, а с вами могут жить птички, могут жить ваши аквариумные рыбки, ваши различные маленькие другие животные, которые просят кушать, кушать, которые ходят везде, везде лазят, а коты везде лазят своим длинным хвостом и длинным носом, хотят понюхать. Поэтому, конечно же, белить везде вокруг Наташи Машенькой такой, Машенькой мелко не очень хорошо, потому что придет кот и слижет своим длинным языком, или пес длинным своим носом залезет куда не нужно. Поэтому нужно быть осторожным. Но, если вы в тех недоступных местах, можно расставить от тараканов самый простой метод, всем известный бору-борную кислоту. Конечно, это средство такое очень легкое, легкое, как говорится, почти что слабительное. Слабительное можно только ослабить. Проникновение ваших недружественных вам тараканов. Малого такого таракана, рыжего прусака или черного американского, большого. Но, тем не менее, расставление разных тарелочек, не только желток, о которых я люблю рассказывать. Тарелочки расставляют, берется яичный желток, смешиваются различные шарики, смешиваются шарики вместе с борной кислотой. И, пожалуйста, пожалуйста, конечно же, таракансики придут на запах яйца, на запах желтка, который будет пахнуть, естественно, если вы его будете обновлять. Ну, если, конечно, не есть. Вы не думаете, что я кушаю много, обязательно на вашей кухне должно быть тараканов. Если один попался, то это, не знаю, может это последний в жизни, который вы увидели тараканов. Потому что соседи тоже не спят. Они тоже могут опрыснуть чем-то не очень хорошим, чем-то самым-самым ядовидым. Ну, тем не менее, для безопасности вы можете расставить тарелочки, не заливать туда жидкости, а просто разбросать там круглые шарики на яичного желтка вместе с борной кислотой. Таракан съест немножко белка, немножко борной кислоты, и через некоторое время, не моментально, он не должен в этой тарелке сразу окочуриваться. Он уйдет в свой уголок, и там потихонечку, чтобы его никто не уволок, он там и загнулся. И конец таракану. Но, в конце концов, по тем местам, где вы можете помазать таким белым карандашом Машенькой, самый лучший способ бороться с тараканами. И, конечно же, если у вас запасы на три года крупы, не оставляйте крупу эту открытой, чтобы не ели ее тараканы. Переходим дальше. Очень частые жуки, которые появляются на кухне, это жуки-зерновки. Это фасолевая зерновка. Иногда бывает даже брухус. Гроховая зерновка. Ну, что-то в последнее время, конечно же, никто не очень сильно такой большой любитель. Горох в баночках продается. Зелененький. А свежий горох, это только там веганы, любят делать из него разные продукты. А вот фасолевая зерновка, она питается фасолью, и тем более на кухне. Поэтому, если вы заметили бегающих, кругленьких таких жуков, рядом с вашей фасолью, которая была в пластиковой посуде, не думайте, что фасолевая зерновка такая большая и глупая. Она, конечно, маленькая, но она не глупая. Она не глупая, потому что она быстренько прогрызет дырочку вот в этом пластиковом посуде, который приходится заклеивать скотчем, потому что это лабораторная культура. Конечно, она поднимается вверх, начинает тут ходить, ходить, ходить. А некоторые, которые прогрызают отверстия к фасоли, спокойненько выходят наружу и бегут прямым ходом на свет, потому что им нужно распространиться, найти место жительства в другой квартире, в другой кухне. Как избавиться от фасолевой зерновки? Конечно же, для начала ей нужно фасолью можно замочить и посмотреть. Фасоль всплывает зараженная, и там видно или такие большие внутренние капсулы, такие внутри фасоли. Эту фасоль можно выкинуть, выкинуть. А кроме всего прочего, самый простой метод борьбы с фасолью, поставить ее в холодильничек, в холодильничек, в морозильник, не просто в холодильничек, в морозильничек, в минус 20. Фасоль это южное создание, и за 1-2-3 дня фасоль, все, кто был внутри, тихонечко закочурились, проморозили, сдохли, или прожарили в духовке. То есть, проморозили, сразу поебают, ну, конечно же, потом можно просто снова их, теперь, когда будете замачивать, та, которая образовалась в дырочке, потому что фасольевая зерновка будет поедать фасоль, всю от нее останутся одни сплошные дырки. Вместо фасоли будут сплошные дырки. Все равно те, которые были с дырками, всплывут вот ту, которая уже не поврежденная, которая поврежденная вы выкидываете, а неповрежденную оставляете. И, конечно же, лучше ее хранить в матерчатых мешках. И перед тем, как хранить, вот ее надо проморозить, потому что если вы ее не храните, а внутри принесли с базарчика стаканчик фасоли, вместе с ней там в одной фасолинке будет только всего лишь одна фасолевая зерновка, которая будет откладывать 100 яиц при своем вылуплении, 100 следующих фасолей через месячишко, так будет заражено фасоль, фасолевой зерновкой. Я говорю, за нее уже забыли, там несколько месяцев не смотрели, купили осенью, а только решили попробовать фасолю весной, а уже фасолевая зерновка все съела. Ну не она, та одна. А вот те, которые 100 появилось, которые, яйца рассеяны здесь по разным местам, и они, личинки вылупляются, прогрызают эту твердейшую фасоль своими мандибулами, мальчайшие маленькие личиночки, внедряются внутрь и потихонечку образуют там дырки. И, конечно же, вот это кушать, вот эту фасоль, она не имеет никакого вкуса, потому что она приобретает такой противненький запах фасолевой зерновки. Поэтому у людей есть тоже на этот счет даже аллергия. Кушать ее, конечно же, не рекомендуется, потому что она вонючая, вонючая. Ну и домашним животным тоже считается нехорошо ее скармливать, потому что накапливаются продукты метаболизма внутри этой фасоли. Тобто когда развиваются животные, продукты выделения. Выделения накапливаются внутри фасоли, они не такие полезные, как сама фасоль. Поэтому ее лучше навыкиншить. Проморозили фасоль. Выяснили, выяснили, что... Ну, конечно же, прежде всего вы любите, что гречечку, гречечку, да, гречечку, гречечку, да, да. И овсяночку тоже может еще. На гречечке, на овсяночке, конечно же, на гречечке. Из-за овсяночки иногда могут завестись разные вредители гречечки и овсяночки, которые вы в том числе можете принести с магазина и самым обычным. А если вы еще очень запасливые, и вы, конечно же, на случай ядерной войны решили запастись сухариками. Сухариками и сухарики в трехлитровой бутылочке. Вот такой баночки сохранятся, конечно же, надолго. Они, правда, приобретают такой противненький запах от долгого хранения. Но если это бабушки и дедушки, которые запасливые, товарищи, нужно закрывать крышечкой. Это, конечно же, закрывать не такой вот фильтровальной бумажечкой, потому что это лабораторный эксперимент. А внутри находятся разные, разные такие забавные кусочки хлеба, которые вы думаете, что они там будут лежать на случай ядерной войны. Не тут-то было, если остался маленькая щелка, пробочки здесь. Или вы просто вместе с самими сухариками можете занести туда интересного жука. Маленького противненького жука, которого все не любят, который есть практически в каждой кухне. Называется хлебный точильщик. Хлебный точильщик маленький, маленький, извините за выражение, но очень быстро кушающий. Быстро кушающие различные хлебные изделия, в том числе овсяночку, в том числе различные сухарики, именно сухари. Любые хлебные изделия достаточно рыхлые, а кроме всего прочего, там хлебный точильщик, он маленький, всего лишь около двух миллиметров. Очень быстро летает, на свет он появляется и такой коричневый бегает, 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 быстренько так летает. Прилетает, конечно же, утром на свет на окно. И откуда же он вылетает? Он вылетает из различных продуктов. Очень забавно, что хлебный точильщик лазиадермы сирикорны. Два очень, они относятся к семейству анабеиды точильщики и очень похожи. Хлебный точильщик стегобиум паницеум, а лазиадермы сирикорны, а это табачный точильщик. Табачный точильщик. Они практически неразличимы на обычных затоках под микроскопом. Маленький коричневый, долговатый, длинненький, такой как сосиска. Коротенький, всего лишь 2 мм, но быстренько так летает, быстренько. И, конечно же, он очень маленький и хлюпенький, такой плюгавенький. Ноготком, конечно же, если вы его трогаете, он сразу же раздавливается, бедненький. Погибает крылышки в разные стороны, от него останется только мак, мокрое место. Поэтому все их не любят, вот этих хлебных точильщиков очень, все не любят, те, которые не энтомологи, конечно. Этомологи позволяют им на улицу летать. На улицу пускай летите, голуби, хлебные точильщики летите, в смысле на улицу, к соседям. Вот они к соседям улетают и потом прилетают назад. Если вы вдруг решили что-то бросить незакрытым, например, вы покушали гречечку, решили ее закрыть, всего лишь на такую, на прищепку закрыли, но кругом все равно осталась дырочка. Гречечку этого не съели, а ставили в сторону. Но на гречечку могут прийти другие маленькие предители. А вот гречечку хлебный точильщик не очень любит. А вот овсяночку хлебный точильщик очень любит, потому что она более мягкая, она такая мучнистая, рассыпающаяся. И что делает хлебный точильщик? Он делает специальные такие полости, он выгрызает разные хлебные продукты и делает себе такой маленький кокон, внутри которого сидит личинка. Она потом обслюнявливает вокруг себя место и внутри этого кокона, такого псевдококона, окукливается. И через некоторое время, примерно через месяц, вылетают новые жуки. Жуки вылетают и получается такой склеенный хлопья или различные другие продукты. Например, у вас разные жуков, и вы видите уходящих жуков или вылетающих на окне. Или у вас много разных приправ. Вы любите разные продукты делать, не химичить, а что-то делать из картошечки, и вот из крахмальчика, из крахмальчика, и с перчиком посыпать, красным перчиком посыпать, черным, конечно же, лавровым листиком что-то. Лавровый листик, к счастью, никто не ест. Ну, никто не ест, потому что он все-таки похучий. Поэтому его иногда применяют, сказать, вот если у вас бросили кофе с молоком, точно хлебный точильщик, молочко сухое будет есть за милую душу. Если у вас открытый черный перец, открытые корицы, корицу тоже почему-то не очень любят. Корица тоже очень похучая, корицу, а вот все остальные, похучие приправы, такие как черные перцы и всякие крахмалистые приправы, или, например, разные рецепты для пирожков. Конечно же, хлебный точильщик все это очень любит. И потом вы когда насыпаете, насыпаете эту приправку, вы внутрь видите какие-то шарики, склеенные почему-то, склеенные, склеенные, почему-то приправа вся такая склеенная, потому что эту приправу тоже ее нужно закрывать, или это зип-пакет, мы ее должны все-таки закрывать, тем, чтобы маленький хлебный точильщик туда не пробрался. С хлебным точильщиком бороться никак невозможно, потому что он маленький, всего лишь 1-2 мм, хлебный точильщик и табачный точильщик. Если у вас даже будут лежать сигареты открытые, табачный точильщик съест сигареты и сигары. Иногда присылаем их в сигарах из-за рубежа, даже и в хаванских сигарах заводится табачный точильщик, лазиадермы серикорны, который выгрызает ходы дырки, получается сигара с дырками. Сигара с дырками, она пахнет еще сигарой, но табачному точильщику все равно. Ему нужны листики, ему нужны листики. Или если у вас есть сухой гербарий, например, разных, насобирали трав, насушили их нам мяленок, и они у вас лежат в каких-то пакетиках таких открытых. Это лучшая еда для хлебного точильщика. Да. Хлебного точильщика и даже для табачного. Хоть это не табак, все равно хлебный точильщик. В семейство анабеиды относятся точильщики стиропиум, паницеум, хлебный точильщик, лазиадермы серикорны, полотенец. Будут есть ваш очень вкусный гербарий. Гербарий – лучшее средство привлечения хлебного точильщика, потому что тихонечко откладываются яйца, и где-то внутри гербария, внутри этих маленьких листиков, так же, вот как практически перемолотых, такие специи, это перемолотые, то есть тоже растения. А гербарии перемолотые практически тоже растения могут быть. Скапливается у этого мука, будет ли это мята, особенно мята, будут разные кориандры, будут разные семена. Там прекрасным образом, если это не закрыто, все должны быть закрыты в разных пакетиках, закручивающимися, желательно, крышечками. Это лучшие средства борьбы – изоляция. изоляция вашего замечательного гербария, ваших семян и ваших разных специй, приправ растительных. Единственное средство борьбы. Но еще есть биологическое средство борьбы. Иногда можно заметить вылетающих маленьких, крохотных, черненьких каких-то мушек, которые бегают по окну. Если у вас есть табачный точильщик или хлебный точильщик, точно на запах с улицы, с балкона, они прекрасным образом пролетают вот такие создания, которые изображены на этом постере. Это кальцидоидные наездники из семейства Птерамолиды. Птерамолиус, но не Пупарума, другой Птерамолиус, который питается, Аптерамолиус, точнее говоря, рода Аптерамолиус, который начинает питаться личинкой, которая сидит внутри вот этого кокона, круглого, внутри кокона сидит личинка, например, пробирается сюда на запах, конечно же, этого точильщика. Залезает сюда маленькая оса размером всего лишь 2 мм, крохотная, походит тут между разными вот этими семенами и найдет обязательно ту маленькую личинку или куколку, которую можно, можно заразить через прокалывая своим яйцекладом. Вот вы видели, здесь у нас изображены хальцидоидные наездники, маленькие, размером 1-2 мм, маленькая оса паразитоид термолит заражает личинок хлебного точильщика, тем самым они загинаются. Можно набрать пакетик для такого эксперимента хлебных точильщиков, вот здесь они как раз у нас в баночке как раз находятся для эксперимента, здесь живут термолиды вместе с хлебным точильщиком, это лабораторная исследовательская баночка такая, трехлитровая, которые пожирают хлебного точильщика, и от хлеба, они не пожирают на 100%, конечно же, заражение всего лишь где-то может быть 30%, но тем не менее их остается хлеба для хлебного точильщика, и половину 30% заражает полезное, ну как бы полезное, в природе все относительно полезное для нас, потому что сохраняет численность хлебного точильщика, это паразитическая оса, термолид, алицидоидная оса, пользу нам приносит, поэтому если какие-то маленькие черные мушки ходят по окну, не обязательно их всех давить и пальцем прищеткивать, может быть они даже и полезны, если они вас не беспокоят, конечно же, переходим, можно сказать, от других маленьких мушках, которые могут ходить, кроме паразитических, ос, которые приносят только косвенную пользу, уничтожая различных вредителей, конечно же, иногда на ваших фруктах и продуктах могут завестись и мухи, мухи, ну не те мухи, цокотухи, а конечно же, два самых обычных варианта, которые могут завестись на кухне, это конечно прежде всего дрозофила, 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 я вездаю их,